Ребят, сделаем просто идеальную пульку. Да-да-да-да, идеальная пулька попадает прямо в цель, но она должна быть просто идеальной. Используем деревянную шпажку для того, чтобы свернуть бумагу. И бумагу слегка складываем снизу, ну так чуть-чуть на одну треть, ставим внутрь деревянную шпажечку и скручиваем, если её нету, используем обыкновенную пасту, или же просто аккуратненько скручиваем ничего здесь сложного нету. Для того, чтобы зафиксировать, используем скотч или любой клей, который можно, думаю, что вы знаете, как это делается. Или клей и скотч ставим и сворачиваем до конца. Думаю, вы уже видели видео, как скручивать трубочки, и в этом ничего сложного нет. Достаем шпажку, она нам не нужна. Для пульки будем разрезать её на определённый размер. В данном случае я расчертил бумажечку на 2 см, потому что мне нужны маленькие пульки для аккуратненьких пистолетиков, для того, чтобы они были просто идеальны. И будем с помощью ножниц их обрезать. Это лишний кусочек, но он пойдёт на мусор и по 2 см отрезаем. Вообще жикарно получается. Ну и естественно, нам для разных пульки нужны разные размеры. Так, ну естественно, дорогая моя пулечка, для тебя также сделаю пистолетик, но в другом виде, к сожалению. Сейчас улетай, 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 ты нам мешаешь. Так, продолжаем. Нам потребуется для определённого вида пулек или зубочисточка, или обыкновенная скрепочка, или кусочек проволочки. Внутрь вставляем, что вам больше нравится. Естественно, детям металлические не дать, потому что это можно повредить. Повредить или себя, или все в глаз выстрелят, не надо. И можно использовать, например, зубочисточку. Запихаем внутрь, дополнительную капельку клея, и она нормально держится. Лишний обрезаем. Да-да-да-да, я также обожаю строклёвые пульки, потому что они втыкаются и в пенопласт, и в дерево, если там металлическое окончание, и так куда угодно. Это вообще шикарная вещь. В конце также рекомендую чуть-чуть нанести клея для того, чтобы вся конструкция держалась плотненько. Хорошо и просто замечательно. Посмотрите, какая прелесть получается. Очищаем от лишнего клея, который остался, и пулька готова. Посмотреть, можно использовать в качестве корпуса, например, трубочку коктейльную, и поставить туда длинную такую шпажку, в которой будет втыкаться. Можно сделать длинные пульки по 4 сантиметра, по 3 сантиметра, в зависимости от оружия. Маленькие, небольшие, для пистолетика по 2 сантиметра. А вот это по 1 сантиметру идеально для дробовика, который там заряжаем пулик, например, 12, и оно выстреливает просто веером. В зависимости, конечно же, какое у вас оружие. А делать его аккуратненько, легко и просто. Было бы желание сделать несколько пулик, но, естественно, хороший пистолет в придачу. Веселых поделок всем!